привет подписчики и гости этого канала мы по-прежнему на стримчике и сегодня у необычный гайд так как их будет сразу два в одном сразу заказали гайд и на клару и на дафниса начнем с клары и потом перейдем к дафнису в общем то поехали где ее использовать во что ее можно одеть и чисто теоретически если вы захотите ее одеть где ее можно будет использовать хотя изначально про нее коротко можно сказать что она в большинстве ситуаций идет на корм в воде но гайд он на то и гайд что просмотреть хорошие и плохие стороны этого персонажа а решать вам использовать этого персонажа или нет дело сугубо ваше и так поехали по скиллам пройдемся так как их ну не сказать недавно но их переделывали часто всяких этих клар все их семейство часто переделывают и посмотрим что у них теперь и как работает двойной выстрел вы атакуете цель два раза с первого скилла и вы можете с определенным шансом снять бафы то есть к примеру если вы протачили два раза цель можете снять два бафа к примеру там бафнулась какая-то хлоя кинула иммунитет и непобедимость то есть вы можете снять снять сразу два бафа а можете не снять ничего потому что все таки и точность нужна для этого скилла но и сам скил далеко не стопроцентный то есть это не те она далеко поэтому я думаю здесь вы понимаете о чем идет речь второй скил пламенный выстрел атакует врага волшебной карты уменьшает его силу атаки и защиту на два хода с 80 процентным шансом насколько помню могу ошибаться этот шанс дотачивается и кулдаун три хода становится у второго скилла то есть это раскол и на атаку и на броню то есть в принципе для пвп это круто особенно если вы сломали атаку и броню какому-то там допустим то марсу то есть он мало того что насчет вас слабее бить так еще и очень сильно будет получать по своей мордашке так что вполне неплохо и юзабельный скилл но опять же это в одну цель это далеко не массовый скилл то есть ну как бы хотелось бы массовку но логично что это было бы слишком читерно тем более для четырех звездочного изначально персонажа и колесо ее огненное колесо так и называлось по моему раньше она атакует им три раза чаще всего вы ее будете встречать конечно же в башне на высоких этажах иногда и на низких встречается потому что она привязана к определенным боссом вот вы это можете встретить и она вас этим станом может немного задолбать да с каждой атаки у вас есть определенный шанс того что вы можете застанить врага в чем плюс этого скилла это массовка то есть вы атакуете три раза но на каждой атаке у вас будет шанс того что вы можете застанить и в башне это будет вас немного напрягать особенно когда вы будете на нее нападать но использовать ее для того чтобы станить ваших врагов скажу так это далеко не стопроцентный стан то есть если у вас есть всякие персонажи типа там гильдонга если у вас есть какой-то как его там его темный собрат который тоже может станить со второго скилла если у вас есть тем более всякие верады в учи кто еще ганимеды ну то есть если у вас есть получше контроль чем эта клара то она вам просто бессмысленно будет то есть ее в пвп вы нигде не будете ее зайти там гарантирую но никто не использует клару в пвп разве что вы просто хотите поиграться поприкалываться против каких-то слабых гильдий то конечно там наверно любой деда зайдет абсолютно а так ее место единственное ну наверное я бы ее брал бы в башню с дэшки какие-то фармить из-за массового скилла стана и так далее но дамага на третьем скилле у нее сразу говорю слабая то есть ее я бы не одевал бы в dd то есть допустим атака крид дамага атака все равно я бы делал бы с нее наверно полу саппорта как минимум одел бы ее скорость крид дамага хп то есть чтобы сделать ей побольше хпшки чтобы она была более живучая но я так считаю а там уже вы одеваете если хотите использовать как хотите ну и лидерка у нее увеличивает устойчивость на 30 процентов по факту бесполезная лидерка в данжах вы не будете ставить эту устойчивость где там на дракона вы ее точно брать не будете на некроманте более чем бесполезно ну короче ее лидерка не особо актуально вы скорее всего будете ставить скорость либо хпшку либо вообще точность то есть ее лидерка вряд ли вы ее где-то когда-то завязайте разве что на гв если у вас не будет другого лидера поэтому одеть ее во что можно для большего скажем так шанса стана то есть дополнительно вы можете одеть ее в комплект деспайра то есть комплект шока который может 25 процентным шансом застанить так как у нее есть массовка ну и при этом с первой со второго скила вы тоже сможете застанить либо одеть ее к примеру виолент если вы хотите и все-таки заюзать чтобы она просто чаще и взяла свои скиллы и тем самым куда у него себе третий скилл и чаще опять же всех станела но опять же дело ваше используете ее или нет поста там я думаю вы сами определитесь а где использовать но наверное место и только в башне на всяких червях на гидре тем более бесполезно а теперь поговорим о дафнисе то же самое по скилам пройдемся где использовать во что его одеть и где он может быть для вас полезен у него конечно сфера юзабельности намного обширнее хотя его многие недолюбливают честно мое сугубо мнение что его считаю тоже не самым лучшим среди его семейства конечно же если вам и вы шарите по игре дать на выбор дафниса самафа либо ганимеда явно вы не выберете в здравом уме дафниса если вы не наркоман и при этом если у вас нет вот этих двух пацанов то есть на первом месте для вас будет скорее всего либо псамав либо ганимед зависимости от того кто вам больше нужен ну и куда вы его хотите вязать то есть они для меня ну их нельзя поставить кого-то на первое кого-то на второе место они для меня на первом месте а вот дафнис конечно очень сильно проигрывает но во первых у него совершенно другая роль из этого нужно исходить и его роль не особо нужна в нынешней мете но все-таки его тоже можно пристроить а где сейчас об этом поговорим с первого скилла здесь все точно то же самое что мы обсуждали у клары только шанс меньше он также атакует два раза из каждой атаки может снять какой-то бафс вашего врага то же самое только шанс меньше ну и дамага чуть сильнее это понятное дело второй скилл это массовка когда вы атакуете все цели то есть этой массовкой бьете один раз у вас есть определенный шанс который там еще на 10 процентов дотачиваться того что вы откатите скиллы каждый каждому мобу если к примеру сработал вы откатываете скиллы на минус один ход и при этом это очень очень помогает против всяких первым против всяких то марсов против всяких там архов которые могут тут же похилить воскресить принципе против любых персонажей у которых второй третий скилл не особо вы хотели бы чтобы они их юзали особенно хорошо закатывать против перны то есть ситуация вы используете дафниса заезжали его второй скилл к примеру в отделе давниса violent и тут же и за эти третий скилл и ваншотайте перну но здесь главное уследить затем откатили вы скиллы или нет особенно когда вы вам нужно всем откатить скиллы вы прям должны уследить либо там не знаю escape нажимаете паузу нажимаете и смотрите за станет ли вы там кого или нет вот так что здесь ну тоже нужно быть очень внимательным то есть это откат скиллу плюс массовка если вы оденете в деспайр можете еще и застанет и третий скилл ну самое наверное интересное в давнисе то есть вы перед тем как дамажить вы срезаете у себя 30 процентов хп и у вашего врага против боссов работает два раза слабее здесь я думаю понятно то есть вы срезаете и там 30 процентов хп и у себя 30 процентов хп но при этом в чем разница к примеру вы походите против какой-то там панды воды вот вы хотите ее шутнуть да то есть вы и срезаете 30 процентов и себе у вашего давниса скорее всего будет суммарно на максимум 1020 хп то есть вы срезали 30 процентов то есть оно ну для вас ощутиться там это будет около пяти-семи тысяч хп вы себе срежете а вот панде вы срежете около там наверное двадцатки хп то есть по процентам в процентном соотношении это выгодно использовать против жирных персонажей чтобы им снести больше и после этого вы тут же наносите дополнительную дамагу то есть у него механика на третьем скилле очень похоже с валькирией тьмы только там массовкой там меньше процента здесь в одну цель и опять же когда вы дамажите цель на 30 процентов насколько помню от дамаги нанесенной вы себе кидаете купол на 3 хода до на 3 хода то есть к примеру да давайте посчитаем сколько у него будет купол если вы в мажете по какой-то часунки в раскол давни сам но не учитывается 30 процентов сразу говорю именно учитывается тот дамаг который вы нанесете 30 процентов куполу никак не относятся к примеру вы ударите с третьего скилла по часунки на 1060 и 30 процентов от этого ну давайте так чтоб сразу на 20000 вы получите купол своему давни су согласитесь купол на 20 косарей это очень жестко даже хамону такое не снилось то есть вас потом будут очень долго бить и эти три хода вам возможно этот купол даже не снимут ну конечно ты амар за два про за два про каста вас несет ему это не тяжело сделать но все же этого снега сейвит и в чем еще плюс этого третьего скилла вы можете с этим скиллом не к за 4 к примеру если вы берете хлою вместе с давни сам и вы юзаете после того как хлоя кинула баф непобедимости вот этот скил вы у давни со не теряете хп и в этом есть некая фишка использования давни со и наоборот и точнее наоборот дополнительная фишка к примеру у вас есть вунса а не вунса вуса влажный последователь у вас есть вуза вы кидаете от него купол и после этого давни связает свой свою третью свой третий скилл если у вашего вузы очень жирный купол то скорее всего вы даже купол этот себе не сломаете за счет потери 30 процентов хп особенно если у вас давни с не особо жирный к примеру у него там плюс 3000 хп то есть он купол себе даже не пробьет то есть он даже не потеряет хп а немного как бы коснет себе этот купол то есть этот гандончик как его называют и цель потеряет 30 процентов хп и дополнительно вы продамажите то есть давнис очень хорошо заходит против всяких перн против против всяких там не знаю часунок и тех персонажей которых вам желательно сразу шотнуть то есть сходу сделать минус 1 и давниса по такой системе можно одеть по-разному либо сделать его просто атака крид дамага атака либо очень быстрым дд чтобы допустим пират закинул раскол давни сразу шотнул сразу сходу сделать минус 1 я бы от него тоже не отказался если пан у меня был бы и выпал бы где-то год назад я уверен я бы уже давным-давно раскачал и на гв нет нет но использовал бы хоть где-то на гв на захвате он хорошо заходит то есть без всяких там шуток приколов он заходит ему даже место находит на десятом драконе и даже против некоторых боссов башни он тоже неплох потому что с третьего скилла вы все равно срезаете 15 процентов хп и тут же наносите дамагу а 15 процентов хп боссу это считает 3 дота которые нельзя закинуть на босса и вы через давниса можете посчитать сколько хп у разнообразных боссов башни это тоже некой некий прикол и есть всего третьим скиллом то есть 15 процентов там умножили да и посчитали сколько у босса хп поэтому одеть его можно по-разному его можно одеть в любые абсолютно комплекты но чаще всего давниса одевают либо дэспайр либо виолент виоленте прикол я уже рассказал то есть второй скил плюс 3 сразу минус перна там либо какой-то персонаж в дэспайре есть шанс того что вы застанете с массовки так еще и с первого либо третьего скилла либо можете до одевать ему все что угодно вторым комплектом рекомендую иммунитет особенно если у вас давнис по скорости меньше 50 60 в плюсе особенно вот то есть ему и мунка я считаю кровь сноса чтоб его сразу какой-то шарик воды не застанил не закинула раскол да и просто какие-то моба его не законтролили то есть потому что минус dd и все и вы скорее всего проиграете то есть место использование его я считаю это гв захват иногда арена иногда онлайн арена и можно присобачить его на десятого дракона но с ним уже нужно пачку такую собирать более интересную не новичковую который только-только начинает форме 10 гиганта то есть давнис вам явно не заменит сигму и не заменит лагмарона ой лагмарона таора если он у вас есть то есть он уже для более быстрой пачки неплохо зайдет с арками дафнис пират и вердыхайль очень неплохо формят десятого драка около минуты времени вот такой был гайд надеюсь вам понравилось подписывайтесь на канал ставьте лайки приходите на мои стримы мы разыграем ангел мальчиков теперь можете подписаться совершенно бесплатно через квест ссылка на квест есть в описании даже на стриме можно не присутствовать а просто на стриме потом обменивать на плюшки вот делайте квест участвуйте в розыгрышах и приходите на стрим всем добра всех топовых рун и до встречи на стриме онлайн пока пока